Всем доброе утро! Мы проснулись. Женя вчера прям очень долго спала вечером, поэтому она не могла уснуть до трёх, наверное, да, Дим? И потом она уснула и снова в четыре проснулась и уже тоже хотела развлекаться. Да, Жень? Да, Жень, ты хотела развлекаться? Красотка моя! И я на самом деле очень хочу спать сейчас. Она проснулась в девять и уже не хотела ложиться снова спать, поэтому я немножко такая... Мы сейчас с Димой будем завтракать. Я приготовила просто яичницу тут с овощами и начала пить пивные дрожжи. Они, в принципе, продаются в любом супермаркете. Их можно употреблять как такую пыль, либо как в таблетках. Ну, я нашла в таблетках, хотя мне нравилось их употреблять. Они такие прям как... Можно ими посыпать салаты, либо какие-то блюда. И у них такой необычный вкус. Мне он очень нравится, но я не нашла. Нашла только в таблетках. Почитала, что это полезно для лактации. И, ну, после того, как ты рожаешь, как бы всё на нуле, витамины и тому подобное. И полезно для кожи, для ногтей, для волос. Потому что у многих... У многих после родов выпадают волосы, поэтому, так как я не хочу стать такой прической, как у Димы, пытаюсь как-то поддерживать баланс. Кристина, нормальная прическа? Хотя нормальная прическа, я же не говорю, что... Ну, мне кажется, мне не пойдёт. У меня не такая форма голова красивая. И, ну, я, в общем, пью вот за завтраком, там, за обедом. Так что, вот, советую. На самом деле, вот эти вот пивные дрожжи, их можно, ну, пить... То есть, это натуральная добавка. И они помогают, укрепляют, там, ваши волосы, ногти, кожу. Ну, Женя, что там такое? Ну, стой, не знаю, хотя бы посмотрю, чуваку уже идёт. К нам из Барселоны, и сейчас должны приехать Саша и Влад в гости посмотреть на малышку. Она уже собирается засыпать, мне кажется, уже такое у неё настроение сонное. И ещё Кристина хочет испытать ванночку. Вот нам подарили вот такую ванночку надувную. Посмотрим, может, в ней она будет лучше купаться, потому что в нашей старой ванночке она так не особо, не особо любила купаться. Она у нас, ну, обычная пластиковая ванночка такая. Может, тут ей будет мягче как-то, не знаю, и покомфортнее. Так что, испытаем как раз. Дам ванночку. Ванночку твою давай сделаем, давай. На самом деле, вот эта ванночка вообще не внушает доверия. Такое ощущение, что сейчас она всё перельётся. Что, нормально? Ну да. Малышка, смотри. Она не особо кайфует от купания. Сделал временную страховку, направляюсь встретить ребят. Но тут такая проблема, то, что сегодня проходит Iron Man. То есть, это такая тема, то, что люди бегут, по-моему, 50 или 40 километров, потом плавут 15 и едут потом на великах 200, если я не ошибаюсь на самом деле. Потому что мы как раз вчера за это говорили, и всё перекрыто. И чтобы доехать, куда мне нужно, приходится ехать не 10 минут, а полчаса просто. Это жесть. Я уже тут столько полиции проехал. Хорошо, что я реально эту страховку сделал, потому что, мне кажется, если страховки не было, мне по-любому кто-то бы придолбался, потому что на каждом перекрёстке стоит как минимум одна или две полицейских машины и смотрят. Впереди едет супер экологичная машина. Это капец вообще. Это трэш. Смотрите, как она коптит. Это вообще что-то нереальное, блядь. И эта полиция тут не штрафует. Такси, такси. Двадцатка, короче, до этого. До Соло. Двадцатка до Соло. Двадцатка, пошёл ты. Так она уже, Дима, этот, знаешь, сколько, пятьдесят шесть сантиметров. А что ты на меня так смотришь? Чё там, у нас в гости, малышка. У неё щас chill time, да? После пяти часов монтажа дела. Это после падала пару партий. Чё, ты вас любишь? Бока-бока? Да, идём сюда второй раз. Я знал, что мы сюда едем и заваливаем сюда. Вот это классное место. Соловский и Макширин. Вау, это Бока-бока та самая знаменитая. Ты в шоке? У меня были только что. Я не знаю, я бы не смела поехать. Это чисто морально. Поняла? Типа плачать, это недолго, это не холод, ты не безопасный. А если заплачивать, ты где? На, твои крылышки. Это на центрах. Поставь фанкзар, посмотри. Не, ну она тоже плачет, знаешь. Ты не будешь спортом? Ты не будешь спортом, ты не будешь спортом, ты не будешь спортом, ты не будешь спортом. Заказали все по стандарту, такосы, такосы, такосы. Ты думаешь, просто иди, такосы. У меня прошло в случае. Я не снимаюсь. Чисто приезжаешь в Соло, чтобы поесть? Да. Нормально. Кстати, это вообще очень вкусно. Что-то, как хорошо, нормально? Да, воню. С нами тоже приезжаешь, чтобы похавачить. Сейчас поедим и назад, да? Ну, отвозили вас. Девочек оставили в Солоу, сами приехали на паддл поиграть. Уже очень давно не играл. Последний раз это было месяц назад. Пришли к морю и смотрите, какие волны большие. Прям сегодня шторм. Ну, что, пошли, может, туда, в сторону, что там, бамбу? Красиво. 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 Красота. Да? Смотри, какой человек. Девочек. Человек модный. Модный. Модный человек. Смотрите, какое мы место офигенное нашли. Что, Санё, кайф так сидеть? Нет. Вот тут село, так и нормально наслаждаешься, да? Села кальян. Ну, да. Там, кстати, стул упал один, да? А, это столик. Всё, малыху забрали. Угу. Угу. Ну всё, нормально смотрите, смотрите, вообще. Угу. Что-то там смотрит на море. Ой, волосы свои берёт, больно будет. Ха-ха-ха. Смотри, захватила, захватила. Тянет, тянет, тянет волосы. Сильно, однако, да. Она любит ещё свои, так вот, взять тоже. Она, она иногда берётся и всегда за волосы тянет. Ага. Угу. 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 Нормальный трек, да? Всё, ребята уехали в Барселону на поезде. Я офигел сегодня, потому что позвонил дядя и сказал то, что у одной из моих бабушек старый паспорт. И то есть они должны были прилететь вот во вторник. И из-за этого то, что старый паспорт, они не могут прилететь. Ну точнее одна бабушка может, но она немножко и стрёмно лететь. И надо что-то срочно делать. Но в любом случае они на этот самолёт не успеют. Надо будет покупать новые билеты. И, конечно, это капец, потому что реально так планы резко поменялись. Неожиданно. То есть у неё паспорт загран, но старый. А сейчас пускают в Европу только с биометрией. Ну что, мы дома. Вот уже наш ужин готов. Кристина поставила запекаться сальмон, лосось. Уже всё готово. Так пахнет с грибочками. Очень вкусно. Да? Да. Сейчас достану. Будем приступать к трапезе. У нас пойдёт романтический ужин. Это звуки дождя. Да, дождь реально на улице идёт. Выглядит просто нереально аппетитно, да? Да, так что будем наслаждаться нашим ужином. Завтра нужно будет рано утром ехать в Барселону. И уже вложек мы давно не выставляли, так что всё, надо быстренько монтировать. Да. Ну всё, всё. Всем good night. Уп-вуп-пуп. Да. И малышка наша уже хропает. Всё, всем пока. Скажи. Скажи. Скажи, слепит, слепит, слепит. Малышка уже хропает. Всё, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok